Ноябрьское специализированное автотранспортное предприятие закупило новую технику. Это два микроавтобуса «Газель» скорой помощи. Автомобили уже прошли обкатку. Водители, которые будут на них работать, своим ходом пригнали машины в Ноябрьск из Нижнего Новгорода. Говорят, 3000 километров прошли незаметно, и «Газели» готовы к работе. Со дня на день водитель скорой помощи Максим Трапезников пересядет со старенькой «Газели» на новый автомобиль. Тоже «Газель». Отечественные производители, говорит он, других моделей для скорой пока не предлагают. Но все равно эта машина водителя радует. Удобные бардачки, электронная панель, подогрев зеркал и много других плюсов, перечисляет шофер. Двери немножко помягче закрываются, что боковые, что задние. Двигатель как-то… или может быть потому, что он новый. Ну, получше, конечно, работает. Печка уже, отопление совсем по-другому сделано. Ей бы еще мощности добавить, чтобы бегала побыстрее. И цены такой «Газели» на скорой вообще бы не было, говорит водитель. Хотя одно то, что предприятие закупило новый транспорт, уже большое дело. Каретам скорой помощи простаивать не приходится. И если машина вышла на линию, то целые сутки на колесах. За смену мы наматываем где-то, если брать в среднем, то где-то километров 50-70, где-то вот в этих пределах. Иной раз бывает чуть меньше, и раз бывает даже намного больше. Бывает, доходит километраж в день, ну, то есть не в сутки, а в день, даже до 300 километров. По техническим характеристикам наших автомобилей отечественного производства, ну, нежелательно больше пяти лет держать машину в эксплуатации. Потому что скорую помощь мы обслуживаем в суточном режиме. И, как бы, если в нормальном состоянии машина могла бы проходить и семь лет, то в суточном режиме пять лет для нее это очень много. По этим меркам прежняя «Газель Максима» совсем старушка. Отбегала на скорой 10 лет. И еще парочка ее ровесниц в строю были до сегодняшнего дня. Теперь предприятие две изрядно подержанных машины сменит на новые, а одну поставит в резерв. К слову, до сих пор в автопарке медтранспорта запасная скорая была неслыханной и, главное, нереальной роскошью. Но вот теперь невероятное стало очевидным. Раньше не было у нас резерва, машины работали, что называется, с колес. То есть не было возможности, если какая-то машина встала на техническое обслуживание, мы оставались практически без машины. И большая заслуга в этом наших водителей, профессионалов, в том, что они смогли выполнить поставленную задачу. То есть не остановиться в нужный момент, а отработать согласно тех задач, которые были перед ними поставлены. Сейчас в автопарке НСАТО остается еще несколько машин скорой помощи, заменить которые руководство планирует в следующем году. Пока же водители «Новых Газели» оценивают удобство микроавтобусов не только со своей точки зрения, но и с точки зрения медицинских бригад. За долгие годы совместной работы врачей, фельдшеры и водители становятся одним маленьким коллективом, который спешит на помощь людям. И хорошо, когда работать всем становится комфортнее. Особенно, говорит Максим Трапезников, медики должны оценить носилки, которые теперь можно двигать влево и вправо. Можно врачу и с этой стороны работать, если это удобно, и можно и со стандартной стороны работать. Сейчас новые машины проходят техобслуживание, на них оформляются документы. А на следующей неделе «Газели» выйдут на линию. Кирилл Мигель, Ирина Потехина, Григорий Куропцев. Новости Нашва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова